плотно намотанная плоская спираль из проводника числа витков которые велико и радиус всей спирали равен r помещена в однородное магнитное поле меняющиеся в зависимости от времени по закону b нулевое на косинусом и кт надо найти амплитудное значение эдс индукции спираль можно представить как набор колечек каждый из которых связано со своим магнитным потоком производной от которого образует эдс переходящийся на каждое колечко все эти эдс оказываются соединенными последовательно обозначим эдс произвольного колечка епсилон и т радиус него р и т и тогда можем записать что суммарный дс будет определяться алгебраической суммой всех епсилон и тых от единицы до n суммирование единицы от единицы до n зависимость числа номера колечка и това и его связь с р и там очевидно из этого графика из которого сразу можно написать что радиус и этого колечка определяется как отношение радиуса большого кольца к общему числу витков умножить на номер очередного колечка запишем поток через это колечко это будет b зависящее только от времени умножить на площадь пир квадрат этого колечка и модуль ds определится как модуль от производной потока фи и т которые мы здесь написали производная от b на косинус превратится в b нулевое на омега синус омега т на площадь пир квадрат синус омега т дает нам зависимость от времени а коэффициент стоящий при синус омега т это и есть как раз амплитудные значения которые мы вычислим вот по такому соотношению подставив сюда r квадрат сумма и квадрат даже для интереса попробовать очень легко определяется из интернета если мы в гугле напишем 1 в квадрате плюс 2 в квадрате то сразу последует подсказка плюс n в квадрате равна вот этой формуле это формула из 9 10 класса средней школы который там легко доказывается подставив сюда значения и раскрыв скобки получаем такое выражение в скобках n в кубе плюс 3n в квадрате и пренебрегая малыми значениями n n квадрат по сравнению с n в кубе получаем такой ответ но действительно если у нас n равно 10 то мы пренебрегаем сотней по сравнению с тысячи